процессы планы о том как вязать идеальные столбики без накида как держать крючок при этом и еще вместе с вами распакуем вот эту новую посылку всем привет меня зовут анастасия добро пожаловать на youtube канал рукотворная ру который посвящен самым коротким и полезным мастер-классом по вязанию крючком и спицами и здесь еще много информации на около вязальные темы сегодня очередной выпуск вязального влога сегодня вместе с вами распакуем эту новую посылку еле-еле дождалась съемки видео чтобы ее распаковать вместе с вами еще я покажу о том как нужно держать крючок если вы хотите получить идеальные столбики без накида про планы и про процесс который я уже начала из новой моей бобинной пряжи знаю что про процессы и про ближайшие планы все тоже любят смотреть поэтому покажу вот этот узор его условно назвала диагональная сетка и видео по нему готовится или в этот момент когда этот влог уже вышел она была опубликована тогда я оставлю ссылку мне понравился этот узор у него не совсем стандартные условное обозначение мне пришлось в нем разбираться мне об этом попросила зрительница вместе с ней мы его получается и рассматривали и я все-таки решила сделать видео отдельное по этому узору тем более что сейчас лето и как раз время ажурных узоров ждала наверное около месяца сейчас вместе с вами и откроем подсказка это снова алиэкспресс я об этом заказе рассказывал на одном из стримов и сейчас вместе с вами и откроем естественно все это касается вязание иначе я бы так не ждала для того чтобы показать это все видео ну что конечно же это спицы спицы из китая зачем я заказала их чулочные ведь у меня есть правильно все кто меня смотрит видят в каких количествах я вяжу носки и всевозможные круговые изделия и в этом мне как раз такие спицы помогают у меня приключилась такая печаль беда то есть у меня одна спица номером три с половиной потерялась я не могу ее нигде найти то есть я обычно вижу образцы и всевозможные маленькие фрагменты для видео например вот в этом случае да то есть я вижу вот такие фрагменты и мне обычно две спицы беру из набора чулочных спиц именно мне всегда удобнее вязать именно чулочными спицами для видео потому что они короткие и не мешают процессу съемки все-таки с круговыми бывает иногда сложно они задевают штатив там лишние звуки такие получаются которые мне не совсем нужны для получения хорошего звука я все-таки стараюсь этого избегать и вот одна из спиц три с половиной меня таинственным образом исчезла то есть представляете у меня довольно много терпения и получается за три года ведения канала у меня ни одна спица вообще не пропала из наборов то есть у меня их наверное от двух с половиной до четырех и все спицы были на месте а тут пропала я не могу ее найти я перерыл уже все везде пересмотрела ее нет я решил заказать новый набор я заказал в китае и чтобы каждый набор был пронумерован именно нашим привычным нам наименованием сейчас открою будет шуршать поэтому сейчас будет без звука ну что я могу сказать по первым ощущениям в принципе все хорошо у меня и были такие примерно похожие на это все чехлы тоже с нумерацией вязальные спицы тут все написано 20 сантиметров мне кажется мои все-таки покороче были сейчас можно даже сравнить кстати ну нет вы знаете они примерно одинаковые практически идентичные по размеру такие же так что все хорошо немного пахнет все это пластиком вот эти чехлы но не знаю меня все устраивает вот как раз этот набор ради чего можно сказать я все это и заказала многие говорят зачем столько спиц у тебя ведь есть уже наборы там и ади чагу и носочные у тебя есть спицы чулочные многие не понимают деревянные у меня есть спицы несколько наборов тоже также из китая есть и просто купленные в магазинах но в тех масштабах которых я вижу естественно мне нужно гораздо большее количество спиц тем более укороченных таких в виде чулочных потому что для каждого видео связать какой-то образец и я не должна задумываться о том что у меня там что-то где-то пропало или исчезла или вот у меня не хватает например спицы три с половиной как я буду вязать носки вот я больше всего вот это вот честно говоря пугало потому что уже я и летом часто вижу носки чтобы на осень что-то было поэтому да я рада что я их купила сейчас я пересчитаю сколько здесь наборов в общем получается что здесь спицы от двух миллиметров в диаметре до пяти вообще пятерками я практически не вязала носки поправьте меня мне кажется это очень толстые получаются носочки но тем не менее если вязать какую-то горловину или рукава например или что-то еще небольшое то пятерка тоже пригодится я в принципе для этого их и заказала у меня максимум были спицы 4 миллиметра именно для носков но я практически носки такими и не вязала в большей части я их использую для каких-то вязания образцов например вот кстати удобно вязать именно короткими спицами маленькие образцы если у вас есть уже пряжи под который вы подбираете спицы то я скорее всего буду вязать первоначальные такие расчеты делать именно с помощью спиц именно коротких потому что мне нет смысла доставать там допустим спицы на леске или еще как-то их искать я беру обычно такие то есть прямых у меня практически нет я их не так много и они довольно объемные а здесь если 20 сантиметров вообще отлично так что я довольна единственное что у меня тут такое чувство что они в чехлы не помещаются немного чехлы такие искаженные то есть такое чувство что по ширине чехлы все одинаковые но с разной гравировкой вот здесь с разным наименованием номера спиц и спицы здесь довольно проблематично помещаются пятерки вообще такое чувство что они не поместились в чехол поэтому вот это все лежит вот так и еле-еле поместились но ничего я буду хранить все вместе скорее всего в родном каком-то чехле или где-то они у меня будут лежать поэтому приобретением я довольна и точно не помню сколько они стоят нужно будет все уточнить напишу здесь скорее всего где-то вот на экране уже в предыдущих видео я показывала вот эти вот образцы это стопроцентный кашемир это будут две шапки серая мужская и вот это такой брусничный цвет я его выбирал в принципе как бордовый это будет шапка для меня кстати передается он не совсем верно не такой он яркий на самом деле в жизни какой-то более насыщенно красный что ли на самом деле он более приглушенного оттенка ну а серый в принципе практически также все передается очень легкая сама по себе пряжа и такое ощущение но я уже говорила да об этом что вот именно брусничный цвет она более плотная что ли какая-то хотя вот я их даже стирала совершенно одинаково но даже вот тут в нитях выглядит как будто бордовая реально потолще и по ощущениям также и я уже шапку серую начала вязать сейчас покажу да бобина у меня тут стремительно становится все менее объемный здесь всего 100 граммов я взяла эту можно сказать на пробу потому что хочу попробовать именно такой состав и так шапка у меня уже довольно гигантская я самый низ набирала с помощью крючка рассчитала петли по образцу вязаному смотрел по плотности и по облеганию какую я хочу на мой взгляд достаточная плотность то есть это вообще нельзя это все дырявой какой-то структурой назвать я не стремилась к этому кашемир все-таки нужно вязать довольно плотно вяжу на круговых спицах это который я тоже заказала из китая теперь я получается вижу все шапки на таких круговых спицах уже не вижу на именно чулочных полотно здесь у меня получается сантиметров наверно 25 около того я посмотрю насколько мне хватит конечно в идеале я хочу связать такую шапку двойную и возможно она даже будет с отворотом полотно само по себе вот даже сейчас ощущается его такая все-таки жесткость никакого не пуха не мягкость здесь пока нет довольно жесткое полотно ну потому что естественно эта обработка это бобинная пряжа и здесь я никаких таких чудес принципе не ждала еще из последних новостей я наконец-то взялась в руки и выполняю запрос зрительниц по поводу того чтобы показать как я вязала джемпер из твида рассказать подробности именно о его вязании цвет тоже кстати как-то передается слишком насыщенно хотя дневное освещение должно быть все правильно то есть этот вот образец у меня из твида который был и я в видео показывала вот этот образец который мне остался после того как я довязала изделие я думаю это очень хорошо когда остается маленький фрагмент у вас не остается очень много пряжи и вам не нужно никуда пристраивать поэтому да я даже даже немного собой горжусь что связала вещь мне полностью хватило и прямо чуть-чуть осталось маленький фрагмент готовлюсь к стриму у меня сейчас как раз примерно все так же как и будет выглядеть на трансляции и я как обычно готовлю такой план о чем будем говорить и у меня здесь обычно все расписано конечно это примерная линия такая беседа чтобы мне ничего не забыть это такой короткий план я все равно стараюсь готовиться к любому видео пусть это будет или такая непредсказуемая вещь как трансляция прямой эфир или это будет например какое-то запланированное видео я стараюсь это делать и буквально через 15 минут у меня начнется прямой эфир это уже у нас получается сегодня 2 июня и этот фрагмент я обязательно вставлю в ближайший блок ну что у меня стрим закончился я тут показал даже слайды и в итоге я выпил почти целый бокал воды хотя вы видите что у нас довольно жаркая погода и пить вообще в принципе нужно много сегодня где-то плюс 25 это про мне очень повезло со стримом с погодой но выпил я очень много воды у меня даже голос чуть-чуть осип после всего этого но здорово отличное было общение спасибо вам большое кто приходит на стримы вы сейчас кстати видите с той же самой камеры что у меня и проходит стрим то есть это запись веб-камерой интересно кстати по качеству и а часть это немного более удобно то есть мне не нужно это все скопировать с карточки которые в телефоне и что-то перед переносить куда-то получилось у меня смотреть все комментарии также через браузер но через второй через другой браузер в общем получается так что ты я с планшетом никак не договорюсь в этих вещах на стриме я и образцы вот эти показывала возможно кстати если от серой пряжи побольше останется я смогу брусничную как-то серый сочетать многие про сочетание цветов спрашивали я думаю сделаю какое-то видео или эфир поэтому да не знаю мне кажется хороший вариант мне вообще очень нравится серый цвет так что ну если вы меня смотрите вы наверное это уже поняли ну и на этом включение я заканчиваю посмотрим дальше что будет совсем скоро уже 8 9 мая это всемирный день вязания на публике думаю обязательно куда-то хожу буду планировать по крайней мере даже если я буду вязать в гордом одиночестве я думаю все равно внимание привлеку много спицы всегда как-то влияют и люди всегда на них смотрят в любом случае так что да ну а сейчас пока отключаюсь и так как я стараюсь все-таки о чем-то полезным во влогах рассказывать сегодня я покажу как держать крючок чтобы петли выглядели максимально идеальными и сейчас я перемещусь в другую немного локацию но с таким же фоном чтобы мне было немного удобнее вязать и так поначалу когда я читал информацию о том что бывают разные захваты крючка и что лучше вязать определенным образом я даже поначалу не задумывалась о том как я сама вижу и потом когда стала разбираться действительно я тоже осознала что бывает хват как ножа то есть вы держите крючок как нож так фактически сверху его захватывать а можно держать его как ручку и в принципе оказалось что я правильно всегда держал крючок мне было так удобнее я его держу именно вот таким образом как будто ручку держу то есть вот так это все выглядит я не знаю почему так мне скорее всего было так удобнее возможно или может быть мне мама так в детстве показала в дошкольном еще возрасте и я держала все это время и главный вопрос на чем все это сказывается и как это влияет вообще на полотно итак насколько я понимаю что все-таки именно захват влияет на то как вы вытягиваете петлю то есть если вы вяжете вверх вот как например сейчас делаю я то полотно и петли получается более ровными и полотно более близко к такому условно идеальному что ли сейчас приближу так вот на некоторых крючках есть специальные такие эргономичные ручки где получается что вы иным образом его держать и не сможете как таким правильным условно говоря я знаю что многим удобнее держать крючок как нож вот мне тоже было бы интересно если вы мне напишите в комментариях действительно ли это удобно и действительно для вас устраивает качество полотна которое вы вяжете потому что у меня вопрос к полотну именно не возникало поэтому я даже не задумывалась так как я вижу и я кстати тоже замечаю очень часто бывает что если люди хорошо вяжут в действительности то есть если вопросов к полотну у многих не возникает то это скорее всего именно потому что у вас уже прием вязания совершенно правильный и такой идеологически верный можно сказать я естественно никого ни к чему не призываю не принуждаю но есть такая информация и в принципе стоит ее рассматривать и выбирать способ которым вы вяжете хотя бы для того чтобы как-то улучшить качество того полотна которое вы получаете потому что если у вас в итоге петли там расхлябанные или натяжение страдает это может быть все равно связано с приемом вязания сколько меня не переубеждайте что самое важное это именно натяжение я наверное не совсем соглашусь да это важно то как вы подводите нить вообще на спицу или на крючок но если вы изначально неправильно или таким не совсем правильным способом держите ваше главное орудие это крючок например в данном случае то у вас ровных петель в любом случае не получится я в этом практически стопроцентно убеждена а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем пока! До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok